дорогие мои друзья я рада вновь приветствовать вас на канале вязание и я меня зовут юлия сегодняшнем видео я хочу вам предложить один из способов вывязывания резинки в изделии этот способ мне нравится тем что он не дает дополнительной толщины самому поясу и выглядит очень эстетично для работы этим способом нам понадобится вот такая вот эластичная нить ее также еще называют спандексом или швейной резинкой она бывает разной толщины у меня достаточно толстенькая эта резиночка она у меня в цвет пряжи хотя на фото она кажется что она немного отличается и кажется что она светлее но на самом деле она одного тона с изделием также существуют такие нити прозрачного цвета их называют мононитями и которые подходят под абсолютно любой цвет основной пряжи итак друзья мои начнем с того пока пока я отложу в сторону резиночку она мне не нужна для того чтобы ею работать я должна буду сейчас провязать два ряда и так первый ряд что я буду делать у меня есть определенное количество петель на спице и мне его необходимо удвоить количество петель мне необходимо удвоить для этого я из каждой петли буду вывязывать по 2 петли каким образом я это буду делать у меня полотно вяжется лицевой гладью резинка у меня пояс у меня будет вязаться в последующем резиночкой один на один полой резинкой и так петля на спице я вижу сначала за переднюю стеночку лицевой петлей потом эту же петлю я провязываю за заднюю стеночку то есть ввожу вот таким образом лицевая опять за переднюю стеночку завожу с обратной стороны спицу хватаю заднюю долю петли и вывязываю лицевую петлю таким образом мы вывязываем с вами из одной петельки две за переднюю и за заднюю так вот нам нужно провязать абсолютно все петли имеющиеся на спице таким образом мы удваиваем количество петель я думаю вам этот ряд понятен и вы сможете теперь связать его самостоятельно друзья второй ряд мы будем с вами вязать следующим образом первую петлю которая была провязана за переднюю долю петли я буду провязывать лицевой вторую я буду снимать как изнаночную нить перед работой первая лицевая вторая изнаночная нить перед работой лицевая изнаночная нить перед работой и так далее их даже видно смотрите это лицевая а это изнаночная снимаем нить перед работой лицевая снимаем нить перед работой так вяжем до конца ряда друзья начиная с третьего ряда мы с вами будем включать полотно резинку у нас с вами второй ряд закончился тем что изнаночная петля крайняя последняя снята как изнаночная нить перед работой следующую первую петельку следующего ряда я провяжу лицевой теперь я ввожу в нить нить эластичную в работу я никуда ничего не привязываю не фиксирую я зафиксирую ее потом для этого я провязываю основной нитью совместно с нитью эластичной изнаночную петлю а лицевую я снимаю как лицевую нить за работой то есть я снимаю вот таким образом я ее разворачиваю изнаночную петлю я провязываю вместе с эластичной нитью а лицевую я переснимаю разворачиваю ее нить работы я вяжу бабушкиным способом поэтому у меня петельки развернутые если вы вяжете классическими то вы не разворачиваете петлю она и так у вас будет повернутая изнаночную мы вяжем изнаночной лицевую переснимаем нить за работой изнаночную мы провязываем за переднюю долю вяжем изнаночную лицевую переснимаем нить за работой опять изнаночную за переднюю долю и вот в процессе того как я вяжу видите да эластичную нить мою камера не хочет фокусировать этот цвет пряжи у меня провязывается только изнаночная петля и следите пожалуйста чтобы ниточка вот это эластичная она у вас была немножечко в натянутом состоянии то есть я ее дополнительно под натягиваю а потом я вяжу ее иначе от нее не будет просто толку если она будет у вас идти в нерастянутом состоянии растянутость видно за счет при натяжении видите видна сама резиночка вот таким образом ну еще пару петель мы с вами свяжем лицевую снимаем нить за работой изнаночная провязывается за переднюю стенку снимаем за переднюю стенку контролируем натяжение резиночки таким образом мы с вами вяжем до конца ряда друзья в четвертом ряду я ниточку эластичную из работы вывожу работаю основной пряжей лицевые петли я провязываю лицевыми а изнаночные я переснимаю как изнаночные нить перед работой лицевая лицевой изнаночная снимается нить перед работой таким образом я вяжу до конца ряда в следующем ряду я введу в работу эластичную нить и так как я и говорила в следующем ряду я опять ввожу в работу эластичную нить опять под натягиваю ее последняя петля у нас была снята предыдущем ряду снята нить перед работой лицевую я снимаю нить за работой первая петля на спице изнаночную я провязываю изнаночной лицевую разворачивая я снимаю изнаночная изнаночной снять провязать снять провязать таким образом я двигаюсь до конца ряда следующем ряду я опять вывожу из работы эластичную нить через ряд соответственно ввожу таким образом я вяжу необходимую мне ширину резиночки ширину моего пояса она может быть абсолютно разной друзья я вывязала необходимую мне ширину пояса и сейчас я буду вязать последний ряд обращаю ваше внимание что последний ряд вот этот вот у меня связан с включением эластичной ленты в работу то есть у меня провязывались изнаночные петли а лицевые петли снимались последний ряд он же вы закрывающий ряд я буду вязать следующим образом сейчас я приближу камеру и так я буду провязать по две петли вместе лицевая и изнаночная вместе 1 2 и через первую я пропускаю вторую то есть я классическим способом закрываю это можно делать иглой я я просто закрываю простым способом по две петли вместе эластичной нити как вы видите у меня в работе нет как не хочет фокусировка работать вот так идите еще раз две вместе и первую петельку мы пропускаем вторую вот так 2 вместе первую петлю мы пропускаем вторую таким образом двигаемся до конца ряда друзья вот такой вот пояс у нас получился как вы видите ни со стороны лицевой не со стороны изнаночной нигде не видно эластичной нити спандекса при этом достаточно эластичное полотно держащая форму то есть это эластичная ниточка она позволит во время эксплуатации изделия не растянуться поясу вот так выглядит край очень аккуратно ровненько и со стороны изнанки в том числе я надеюсь этот способ был вам полезен до встречи в следующих роликах